Страсти по Санду в Гагаузии. Президент Молдовы сегодня приехала в Камрад. Сотни людей хотели задать вопросы Санду. Вместо этого их ждали стычки с полицией. А сама президент Молдовы вошла в здание Камрадского университета через черный вход. Она как приехала, как мышка, так и уехала. Точно так же. На днях она ездила по полям, по огородам. Сегодня она решила прятаться за кордонами полицейскими, встретиться с местными публичными управлениями, то есть деконцентрированными службами, мэрами. Попыталась показать, что у нее в Гагаузии вход свободный. Полиция чуть-чуть сделала перебор. Как бы они должны следить за правопорядком, но немного здесь было перебора. Там один из полицейских или от испугу, или от чего оттолкнул женщину, и она упала там в одну канализацию такую, в канаву такую. На что я поднял бабушку и отругал полицейского, и потом сделал замечание. Тем полицейским сказал, чтобы они не переходили границы, потому что люди, жители города Камрата, жители автономии, имеют право общаться с президентом, который сегодня, она является президентом для всей страны, поэтому у жителей есть масса вопросов. И полицейских попросили, чтобы они либо разрешили туда зайти и поговорить, либо как минимум, чтобы президент пришла и поговорила с населением. В университете Санду встретилась с примарами Камрата, Вулканежд и Чадырлунги. После поговорила со студентами. Рассказала о планах вступления в Евросоюз и борьбе с коррупцией. Тем временем башкан Гагаузии Евгения Гуцел сейчас с рабочим визитом в Москве. Ранее в интервью российским СМИ она заявила, Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдова станет частью Румынии. Это заявление уже проверяет молдавская прокуратура. Возможно, Кишинев обвинит главу Гагаузии в нарушении закона о сепаратизме.